привет друзья с вами кик сегодня поговорим про несколько вещей вещей первое этапом биткойна с чем это связано кто это делает очень важно сколько будет длиться второе про платный канал прошлое видео потому что там было очень много негативных комментариев кик заскальнулся кик хочет зарабатывать на нас порвал маску и все такое об этом тоже поговорим еще поговорим о нескольких вещах которые вы или не знаете или это самое важное чему нужно обращать большое количество внимания и что будет в первую очередь в платном канале да итак первое пампиткойна скажу так когда корабль тонет крыси бегают первыми кто держатель большого количества тендера это биржи к беру бинанс держит 700 миллионов тут тир 400 миллионов и связи нашу степали еще в первом свалить слить свои тендеры купить на это биткойн и выпустить самое главное выпустить свой собственный стейбл коин биржи бинанс и конечно же конвертировать эти биткойны в этот стейбл коэн и дать хороший фундамент для этого и 700 приблизительно 700 миллионов тендеров на бинас уже 100 миллионов испарились 2 кик засканулся и хочет зарабатывать на нас вот порвал маску смотрите по пунктам первое что я сказал видео я видел ска прошлом видео четко по моему четко сказала что для этой работы нужны редакторы и еще переводчики а это все стоит денег хотите этого и по количеству людей которые отправили письмо видно что хотите вот для этого эти деньги пойдут туда сначала будут там два или три или максимум четыре человека которые будут работать потом если все пойдет хорошо и больше людей буду будет собираться став будет еще большой я бы хотел чтобы там была отличная большая команда которая дала четко информацию даже по многим фронтам понимаете тут не только xrp и некоторые мои перспективы не вести в инвестициях лучше в итоге если там будет отличная аналитиковая команда это будет супер цель моя в этом плане это достичь этому насчет того что я зарабатываю на возенье кроме того что я уже сказал что эти деньги пойдут ку работникам смотрите счастью я не в том положении чтобы думать про ваши пять к что вы примеру жить так как я живу не этого не надо и эти пять к им о скажем 100 человек будет по 5 к это дни для меня это ничего не изменит в том как я живу вы должны это да никто из нас не будет говорить как он живот живет сколько у него сидят снова поймите что он не хватает одним словом и так касательно того что тут будут видео или нет тут будут видео что делал я делал по возможности видео я продолжаю делать по возможности видео тут еще что будет в telegram канале смотрите там не будут новости не будет не будет информация каждый день почему потому что если ты каждый день поставляешь новости значит ты не только не проверяешь но еще не переваливаешь это не себя связала связываешь это с чем-то да к примеру в комментах один человек написал что там что за хрень сингапурским банком он не хочет работать стрельбов ты ждал караси так вот это было на русскоязычным новости который был взят везде англоязычного новостях но если посмотреть source источник видео где об этом говорил человек из сингапурского банка с акцентом говорит что они не хотят работать с рутил видит у краси а где вы дел там и рыбал но вот новости выходит что сингапурский банк не хочет работать с рыбал и битву караси так что поэтому я говорю что если постит новости без того бир не проверяя источники это не то же самое что подписаться на форбс насчет того еще был били комментарии что почему подписаться на платный канал кика если можно подписаться на новостной канал на вы можете подписаться на форбс или смотрите не только мой мой будет не новостной мой будет аналитический есть огромная разница подписка на новости и подписка на аналитику и правильную информацию это совсем другое к примеру форбс форбс платная подписка 500 долларов кажется ну форбс в этой сфере следовать форбс это катастрофа просто потому что форбс я сам могу написать статью начинается с 3200 долларов 3200 долларов я могу там поставить огромную статью и вообще написать все что я хочу потому что там есть контрибьюторы платные контрибьюторы то есть это платная медиа понимаете нельзя на такое подписываться где каждая компания каждый кто все кто что хочет память что-то или может написать все что хочет форбс форбс это известно уже прогорел честно все идем дальше про некоторые вещи которые будут будет кавалит о чем некоторые темы о чем я буду там говорить это первое касательные фильмы на что нужно обращать внимание перспективу фильма огромная или даже несмотря на то что я как резерв держал ада смотрите даже пусть с учетом того как есть большой шанс что она поднимется у меня был полмиллиона то скажу вам напрямую я по полмиллиона да просто пропал что будет там про некоторые темы хотел поговорить первое на что нужно обращать внимание касались ли вы инвестировали в и фильм самое главное это развитие децентрализованных финансов самое важное то есть чтобы не вышло какая быть новость не вышло и все такое самое важное в фильме ты два это первая децентрализованных финанс и форматик то есть это очень важно следить за этими компаниями вторая тема перспективные проекты смотрите когда вы к примеру есть google да там есть google для поиска если сейчас открывается компания которая говорит знаете если вы будете делать поиск через нас мы будем вам платить токены вы будете зарабатывать за каждый поиск за каждую рекламу и все такое смотрите такие компании это максимум риск выше этого просто нету и инвестируйте такие компании потому что потому что в любой момент если сравнить для того чтобы этот новый поисковик взял рынок который у гугла это не у не фантастические силы нужны для этого а для того чтобы в google в поиск в поисковика гугла добавилась эта функция из google ничего не стоит этого делать там есть много примеров я приведу то есть это об этом мы тоже поговорим касательно бинанс фаундэйшен как бинас от на и b&b смотрите b&b у бимби есть два риска первое этот актив очень рискованный потому что и за первое поведение компании и второе суть коина b&b в любой момент b&b по сути ничем не кроме си внешней и бинас использование не имеет использование нигде еще до цели создания токена его последующее использование это все очень схоже с любой момент этот токен может быть легально авторизован как security токен и это будет катастрофа для бинас потому что они они просто не смогут не покрыть расходы и никак в не смогут выкрутиться из ограничений которые будут поставлены перед компанией и второе это само поведение компании что каждый раз меняет страну из-за того что не хочет давать отчет данных регулятором данной страны как он делает как он зарабатывает как он делает бизнес какие сбережения у его какие правила компании уже пять раз меняла страну в этом еще и входит бинас фаундейшн которая начисто то есть смотрите проблема в том что нету подтверждение к примеру они должны отправить миллион долларов в африку на фонд содержание детей но нету и по сути это основана блокчейн а то есть бинас связи кричит что мы все делаем публично все могут видеть это да но нет в этой транзакции этот фонд не получил этой транзакции потом еще и 2 миллиона потом из трона идет 3 миллиона то есть минус и трон это очень видно что они просто отмывают деньги это когда-нибудь аукнется особенно когда этим занимается или корее или китаец не смотря тут нету что знаете сидио супер сморта такого нету да там еще и будет тема пара лидер я не знаю сколько из вас знают об этом но долго что было как это закрыли технология как было взято год спустя открыли рыб рыбал многие сели на 20 лет и варвара ворвалась в офис в офис либо кира за которые делали то же самое что и рыбал сейчас то есть этого очень интересная тема и так вот это на период темы которые будут там еще и какие проекты я сам инвестировал все много чего интересного повторюсь здесь будут видео по моей возможности это не то что там будет здесь не будет успею сделаю с удовольствием делаю и еще последнее о чем бы хотел поговорить смотрите есть два типа людей которые становятся миллионером первое это когда ты становишься миллионером из-за своего ума второе когда ты становишься миллионером по счастливому случае оказавшийся чей-то игре и по той же счастливый случае выходишь тогда когда надо инвестировать bitcoin это инвестировать в игру другого человека тут когда люди говорят что есть технический анализ и все такое да и то есть но технический анализ это итога график вообще это всегда итог происшествии а тогда ты не понимаешь где это происшествие кто делает кто что-то меняет кто зарабатывает ты просто следуешь графику если ты трейдер это другое дело но если ты инвестор ты должен понимать ты должен начать с фундамента и понимать развитие продукта и кто за этим стоит и никогда что они будут менять для это очень важно чтобы сделать сценарий как ты приступ примерно то если ты инвестируешь где-то ты должен в своем уме сделать сценарий как это будет развиваться не только смотрите новости вот вышло это значит пойдем туда если вышло это значит возвращаемся сюда это неправильно если у тебя нет своей собственной линии к чему должен идти этот продукт эта компания ты все время будешь вот так и однажды когда тебя просто швырнет в одну сторону так сильно швырнет что-то обратно не сможешь пойти потеряешь свои финансы страх будет очень большим сделаешь продажу потом поймешь что вот тебя обманули поэтому я говорю что нужно сделать свой сценарий подкреплять все время этот сценарий если немножко не понял немножко подправить но иметь свой сценарий свою линию вместиться и это он это будет умная инвестиции когда в конце ты станешь миллионером ты сможешь управлять своими деньгами правильно они потерять их многие люди когда становятся очень богатыми сразу же по счастливому случае они очень резко теряют свои средства потому что они не тратили они не брали опыта как-то добиваться этого и 2 при втором случае вы не будете терять свои деньги и вы будете знать как этот миллион сделать 5 миллион 10 миллион 100 миллион почему нет и еще на канале будет и короткая картинка развития биткойна и других что будет делать крыски кто за этим стоит как это рекламная акция будет поэтапно поставлена не только в тебе но и в google и youtube 2 золото и все такое почему это именно брось золото продать золото а не продай дом к примеру купить bitcoin это все имеет для того чтобы большая там есть большая картина для чего вообще все это делается потому что это навык который вы во время того что вы будете доходить до своего первого миллиона вы будете этому учиться и это не теряется потом это знание на всю оставшуюся жизнь всегда эти знания будете использовать для привлечения больше капитала умножение своего капитала цель моего канала почему я не вы почему я говорю про bitcoin и всегда я негативно отношусь к биткойна не только с технической стороны мой background не только сбит стороны бизнеса инвестиций мой личный background потому что я этот путь путь прошел прошел у меня были потери и сначала потом все нормализовалось потом я уже начал не делать ошибки вот что важно я уже начал не делать ошибки и это и и и вес этот опыт не дает вот то спокойствие которого у меня есть и касательно xrp и касательно других проектов и то в том числе и эфириума все эти знания для дают мне эту стабильность рост моего капитала и уверенность в том что я делаю я этим хочу хочу делиться с вами да я не хочу чтобы меня я хочу чтобы каждый заставлен миллионером да почему нет но те кто станет миллионером по своему уму вот для меня что важно чтобы вы стали миллионерами не по счастливый случай а из-за своего ума и еще напоследок все кто написал на почту касательно платного канала вам всем отвечу в течение двух-трех дней все темы будут все подготовим и всем отправлю письмо спасибо пока увидимся